Анна Ивановна и Зоя Пантелеевна Потому что утром очень рано и вечером он очень поднимался, как ручащий. А в жару он опускался такой вялый, хорошо было шинковать, он не ломался. За каждый листок боролись. Маленькая Зоя в семье девятый ребенок. Родилась в 41-м. С 42-го по 43-й год оккупация. Жили в подвалах. При отступлении немцы погнали их в Германию. В концентрационном лагере на территории Польши маленькая Зоя пробыла 7 месяцев. Удалось убежать. Шли с мамой домой пешком. Полгода. Приехали домой, а деревни нашей нет. Все погибло. Все. Одни печки, трубы стоят и все. Сады погорели. Заборов нет, деревни нет. Все. А у нас папа, семья же большая была, и он сделал себе погреб. И вот в этом погребе натаскались соломы. И в соломе мы жили два года. Сейчас Анна Ивановна и Зоя Пантелеевна находятся на реабилитационном лечении в Перхушковской больнице. Для ветеранов выделен медицинский блок. Всего четыре двухместные палаты. В каждой есть телевизор, холодильник, кондиционер. В палатах кнопки вызова медперсонала, многофункциональные кровати, душевые кабины со специальными сиденьями. Мы уже понимаем, что эта группа особенно возрастная, за 80 до 90 лет. Поэтому, чтобы сказать, что у них никаких болезней нет, понятно, да, целый букет по возрасту тоже и по их площадке жизни тоже. Поэтому всегда что-то, чего-то есть. И по направлению, и по, скажем так, обоюдному соглашению, когда им удобно становится, мы берем и в течение двух недель профилактически проводим лечение. Лечебный блок для ветеранов Великой Отечественной войны открылся в больнице пять лет назад по инициативе главы муниципалитета Андрея Иванова. В специальном блоке одновременно проходит реабилитацию восемь человек, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. По подсчетам, за год полноценное лечение получают 250 ветеранов Великой Отечественной войны. Василиса Ивашкин, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...